Девушки отдыхают А сегодня я специально для вас буду беседовать с одним из ключевых игроков на украинской политической сцене, лидером оппозиционного блока в Верховной Раде, Юрием Бойко. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Анатольевич, ну вот я сказал, что вы один из ключевых политических игроков сегодня в Украине, и на самом деле события прошлой недели в каком-то смысле это подтверждают. Вот если бы ваша фракция дисциплинированно проголосовала за отставку столь критикуемого вами правительства, то правительства бы уже сейчас не было. Правительства, которое вы постоянно, подчеркиваю, критикуете. Что же произошло? Почему получилось так, что вы, в общем, как бы подыграли, помогли лицунику остаться у власти? Ну, действительно, для того, чтобы было понятно, что произошло в парламенте и позиции нашей фракции, надо вернуться на полтора года назад. Когда прошли парламентские выборы, была сформирована из пяти фракций правящая коалиция в парламенте в количестве 302 человека. Это было первый раз в истории Украины, когда конституционное большинство сформировалось в правящую коалицию. Эта правящая коалиция сформировала правительство, делегировала туда каждая фракция своих министров. Оппозицию вообще отстранили от принятия каких-либо, я не говорю, кадровых решений, а вообще участия в политической жизни страны. Мы блокировали все наши законопроекты, и вот эта вот полностью узурпация власти, при том, что оппозицию отстранили от контроля, вот это было визитной карточкой и коалиции, и правительства, которое оно сформировало. Полтора года они поработали, доработались до того, что уровень поддержки правительства, по разным оценкам, там 5-7% населения поддерживает действия, а коалиции, парламента из оппозиции правящей коалиции, то же самое. Около 6% уровень поддержки парламента. И дальше, когда стало ясно, что кризис, что уже что-то надо делать, что люди просто не выдержат этого, решили найти крайнюю. Причем решили это сделать нашими голосами, чтобы мы проголосовали за отставку правительства, при том, что правящая коалиция остается, и после того, как будет уволено правительство с нашим участием, то они сами уже без нас назначат новых министров, привезут каких-то очередных представителей других стран, дадут им паспорта в срочном порядке и назначат министрами. И будут руководить опять, и это все будет продолжаться, потому что коалиция нанимала это правительство на работу, и она несет такую же ответственность за ситуацию в стране, поскольку готовили законы, а не вместе, которые привели к вот такому кризисному состоянию, в том числе в экономике. Поэтому наша позиция была проста. Мы считаем, что правительство плохо работает, вы его нанимали на работу, вы его и увольте. А если вы не в состоянии это сделать, если у вас нет правящей коалиции, которая может уволить правительство, значит, тогда коалиция тоже должна разойтись по домам, а парламент ждут неочередные выборы. При том, что мы понимаем, что это затраты, мы понимаем, что это сложная ситуация. Но мы считаем, что в сегодняшней ситуации, если не будет перевыборов парламента из-за позиции правящей коалиции, прорыва не будет. Так, подождите, давайте мы все-таки разберемся, что называется, по пунктам. Во-первых, что касается голосования за отставку правительства. Вот вы-то на кнопку нажали, вы проголосовали, вот лично вы. Лично я проголосовал, каюсь, потому что утром решение фракции было вообще не голосовать и уйти. Но, скажем так, взыграли эмоции. Слишком наболело, когда я послушал отчет Яценюка, еще я и несколько коллег не смогли сдержаться и просто нажали кнопку. Скажем так, нарушили фракционную дисциплину. Но решение было не участвовать в кадровых, не расчищать кадровую дорогу для правящей коалиции и вообще кардинально решать вопрос по парламенту. Хорошо. Тогда еще один вопрос у меня возникает. Но вот все-таки какая, как говорят в театре, сверхзадача? Вот сверхзадача состоит в том, чтобы сменить это правительство. Ну, знаете, есть старый анекдот. Да вам с шашечками или доехать? Смотрите, вот сменили старое правительство. Та же самая правящая коалиция, которая его назначила. Вот они приведут кого? Других людей, которые будут думать о народе? Нет. Нет. Они приведут таких же своих партийных ставленников, ну, может быть, с другой окраской, которая будет делать, в принципе, то же самое. А это не устраивает ни народ, ни, естественно, нас, как фракцию оппозиционную. Именно поэтому мы считаем, что корень зла не только в правительстве, а корень зла в коалиции и в правительстве вместе. Ну, а какой-то другой расклад возможен в нынешнем составе парламента? Можно ли там создать другую коалицию, которая бы вас удовлетворяла? Есть такой вариант, при котором вы согласитесь на замену правительству без досрочных парламентских выборов? На самом деле, смотрите, проблема в парламенте этого состава, что это военный парламент. Парламент был избран в период активной фазы военного конфликта, и люди, которые пришли, они пришли с войны, они пришли вот как раз с этими лозунгами. И сегодня, когда страна учится мирно жить, когда мы надеемся все на мирное развитие в стране, парламент просто не готов в этом участвовать. Я приду пример. Предпоследняя обсессионная неделя перед знаменитыми этими событиями. Из 88 законопроектов, внесенных в парламент, прошло только 15, из которых только 2 имеют отношение к экономике. Все остальное, это какие-то декларации, стратификации, заявления, политические какие-то законы, которые ничего общего с жизнью страны не имеют. Мы говорим, смотрите, вы обещали, когда голосовался бюджет, вы обещали правительству и правящая коалиция, что вы его измените. Мы, естественно, за бюджет не голосовали, потому что считали его антинародным и, по сути, грабительским. Но мы сейчас уже внесли изменения в законопроект о бюджете, по которому при увеличенной инфляции сегодня, росте цен, мы должны провести индексацию пенсии и зарплаты населения. Это не популизм, это дополнительные доходы в бюджет, которые получаются из инфляции. Вы думаете, кто-то на это отреагировал? Нет. А это нужно 10 миллионам пенсионеров, которые живут в стране. Это как раз то, что нужно, то, что необходимо жизни. Второе. Приняли изменения в законопроект о налогах, которые, в принципе, уничтожают фермерство, как класс. Они получают дополнительное налогообложение. Мы говорим, давайте исправим это. Внесите вы, не хотите наш закон, внесите мы, мы его поддерживаем. 100 тысяч фермеров на селе реально сегодня банкроты с этим налогом. Поэтому вот такие законы, которые действительно нужны, вот они остаются без внимания. А какие-то декларации, какие-то ратификации, вот они на ура воспринимаются. И поэтому мы считаем, что просто проблема в парламенте. Это военный парламент, он к мирному времени не приспособлен. А что вы сможете возразить на такие аргументы? Ведь многие говорят, смотрите, досрочные выборы приведут к многомесячному проличу власти. Потому что остановятся какие-либо реформы вообще. Все уйдут, что называется, на фронт избирательной борьбы. И это на много месяцев. На самом деле, если спросить, какие сейчас реформы и нет ли паралича власти, так паралич власти есть. Когда есть явный конфликт между президентом и премьер-министром, когда президент публично призывает премьер-министра уйти в отставку. А тот говорит, нет, я останусь. И как они будут работать? С первого дня назначения премьер-министром, премьер-министр работал только на свой политический имидж. Потому что все действия, сложно назвать, отрасль, которая бы получила успех при работе премьер-министра. Он должен был заниматься экономикой по Конституции. В то время он строил стену или канаву копал на границе с Россией, открывал новую полицию, делал какие-то имиджевые вещи. Делал все, кроме того, чтобы заниматься экономикой. И в итоге бы пришли к тому, чему пришли. Экономика взывали, исчезли целые отрасли промышленности и так далее. Поэтому оно все сложилось в один вот такой клубок противоречий борьбы политических взглядов. Хорошо. А где уверенность в том, что новый парламент будет лучше? Ведь многие опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что сразу несколько партий могут получить там по 11-12-15% голосов. И дальше будет очень сложно создавать коалицию, правящее большинство, формировать кабинет и так далее. Может быть и сложно будет создавать. Может и пестрота увеличится в парламентах, и политическая палитра расширится. Но тем не менее, те депутаты, которые придут после этих выборов, я надеюсь, они придут уже под лозунгом восстановления экономики. Потому что это требуют люди. Люди требуют улучшения жизни, люди требуют экономических каких-то улучшений. И это уже не будет вперед в атаку, это будет давайте развивать страну. Ну хорошо. А как долго еще можно тянуть? Пока не удается сподвигнуть политический класс на то, чтобы были новые выборы. Вот если опять будет какая-нибудь там махинация, комбинация, грубо говоря, вспомнят прошлое, вспомнят решения, которые еще в свое время весной 2010 года были приняты, когда выяснилось, что оказывается, можно в индивидуальном порядке состоять в коалиции, там, что называется, посчитают, прослезятся, выяснилось, что все-таки коалиция, несмотря на выход из нее самопомощи и Батьковщины, не знаю там, как будет с радикальной партией, может, оказывается, все-таки она из нее и не вышла, но вот скажут, что есть коалиция, не будет выборов. Это арифметически можно сделать, и, наверное, можно собрать там 226 голосов, но в условиях жесткого конфликта между высшими лицами государства, президента и премьер-министра, эта конструкция будет неустойчивой. И сегодня первопричина же не трения какие-то в коалиции, а первопричина как раз в конфликте президента и премьер-министра. И он не остановится, этот конфликт, он будет продолжаться, судя по тому, что мы видим в парламенте, в окружении и в беседе с ними, этот конфликт будет продолжаться. Смотрите, еще один момент. Ну, не может парламент, который не пользуется доверием людей, и правительство, которое тоже не пользуется доверием, проводить какие-то реформы или принимать законы, и двигать страну в такое сложное время вперед. Люди просто не верят и не воспринимают. Вот сейчас на три недели парламент ушел, при том, что колоссальное количество осталось нерешенных вопросов, начиная с тех же самых поправок в бюджет, о которых... Наверное. Вот мы сейчас наставим, что были приняты поправки в бюджет, мы наставим на изменение в нового кодекса, и очень важный вопрос дальнейшего продвижения по минским соглашениям. Это вообще болевая точка, это то, что больше всего хотят люди. А что касается трех недель, то я уверен, что в эти три недели как раз сделаны специально были для того, чтобы была возможность торговаться и попытаться сформировать новое правительство. И в это время мы будем свидетелями как раз вот этих политических переговоров. Ну хорошо, а вот как все-таки мир это добиться? Как добиться урегулирования ситуации на Донбассе? По минским ли переговорам, по каким-то другим форматам? Ну, многие критикуют минские соглашения, минский протокол, хотя, в общем-то, все признают, что активные боевые действия и массовые трагедии остановились именно благодаря подписанию минского протокола. Другой вопрос... Но это только один этап, а дальше-то что? Это первый этап, а дальше, к сожалению, мы подходим к стадии замороженного конфликта. То есть это время от времени вспыхивает война, время от времени вспыхивают перестрелки, это уже нет масштабных наступлений, но это ситуация, как Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах в течение 20 лет. Что в этой ситуации определенно ясно, что люди на неконтролируемой территории Донбасса, они хотят возврата к мирной, спокойной жизни. В общей массе люди этого хотят. Люди на территории Украины, они хотят вернуть эти территории, вернуть их людей обратно в Украину. Это, безусловно, очень хороший фундамент для того, чтобы дальше достигать договоренности. Сами договоренности, они действительно частично выполнены в части прекращения огня, но дальше ни выборы, ни закон об амнистии, ничего дальше, ни восстановления границы, все это заблокировано. И я думаю, что как раз... Ну и постреливают все-таки, давайте об этом тоже не будем говорить. И, к сожалению, стреляют, да, но массовых столкновений уже все это признают нет. Я думаю, что как раз этот парламент не способен дальше внеслить какие-то изменения, которые позволят двигаться по Минскому протоколу. Это еще одна из причин, почему в парламенте очень сильна партия войны, очень сильные настроения военные, поэтому это парламент, который, к сожалению, принять решений по миру не сможет. Это еще одна причина... Мир – это окончание войны, да, окончание войны всегда предполагает, что кто-то эту войну выиграл, а кто-то эту войну проиграл, да, что кто-то капитулирует, а кто-то считает себя победителем. Наш выигрыш – это возврат территории людей в страну. Ведь когда часть территории отобрана у страны, посмотрите, что происходит в Азербайджане. Это моральная заноза, когда страна потеряла 20% территории, она до сих пор болит у людей. В Азербайджане она у всех болит, это у всего народа. И чтобы у нас такого не случилось, для нас победа – это возвращение территории, возвращение тех людей назад. А если получится так, что эта территория вернется только формально, а фактически будет находиться под управлением соседнего государства? Я имею в виду Российскую Федерацию. Я думаю, что мы не сможем сейчас найти готового рецепта, как это сделать очень быстро. Это будет мучительный процесс. Но, тем не менее, альтернатива страшна. Альтернатива – это замороженный конфликт. Поэтому по этому пути по Минску надо идти. И я считаю, что надо изменять законодательство наше в том, чтобы провести там выборы. Это ключевое. Ну, еще один вопрос, может быть, который в нашем разговоре будет стоять особняком. Но не хотелось бы мимо этой темы проходить, потому что вот в конце прошлой недели мы вспоминали трагические события 18-21 февраля 2014 года на Майдане в Киеве, вспоминали героев Небесной сотни. И очень многие люди в очередной раз говорили о том, что так и не установлены виновные в кровопролитии, так и не названы, не привлечены к ответственности, не наказаны. И вот смотрите, скоро еще одна дата, и тоже вторая годовщина трагических событий 2 мая 2014 года уже в Одессе, где погибло много людей, еще больше пострадало. Опять та же самая картина. Не названы виновники, следствие не закончено, будет ли суд – непонятно. Какие ваши комментарии по этому вопросу? Действительно, трагедия в Одессе требует справедливого приговора тем, кто ее совершил. Действительно, люди хотят знать правду. Они обратились ко мне, я написал депутатский запрос на президента и генерального прокурора, поскольку расследование как таковое вообще там не ведется. Там из 8 следователей осталось 3. Там практически заблокировано расследование и допрос всех свидетелей. И вообще мы просто видим, что как такое расследование не ведется. А люди хотят знать правду, люди хотят справедливости. И это резонансная трагедия, которая получила оценку и в Совете безопасности Европы, и на всем международных совещаниях. Ее очень часто вспоминают вместе с расстрелами на Майдане. Но если на Майдане еще как-то движется расследование, кого-то допрашивают, кто-то там сидит, кто-то убежал, то в Одессе вообще... А что можно сделать, чтобы оно хоть как-то задвигалось? Потому что есть такая точка зрения, что организаторы провокации, с которой все и началось, когда пророссийские активисты якобы обстреляли или действительно обстреляли проукраинских активистов. Вот те люди, которые были организаторами провокации, давно убежали в соседнюю страну. Ну, знаете, я не хочу сейчас давать оценок, кто у кого стрелял. Это дело правоохранительных органов. Мы будем выступать за то, чтобы расследование проводилось, чтобы как таковое само расследование оно вело, чтобы были следователи, чтобы шли допросы свидетелей, чтобы устанавливались лица, причастные к этому, чтобы это все... и люди это видели, поскольку там же есть масса родственников погибших, пострадавших, которые требуют справедливости. Есть видеосъемка. Наша задача сделать так, чтобы это расследование было справедливым и выявило истинных виновников этой трагедии. Мы вот к этому... мы это будем делать сейчас. Мы будем сейчас инициировать власть, чтобы она занималась этим расследованием. И, кстати, подключать будем и Европейский суд по правам человека, и международные организации для того, чтобы это было сразу под прожектором таким международного сообщества, чтобы не было попыток увезти куда-то в какую-то другую сторону. Ну что ж, наше время подошло к концу. Юрий Анатольевич, спасибо вам за ваши ответы. Я напомню, что сегодня в этой студии на мои вопросы отвечал один из ведущих украинских политиков, лидер оппозиционного блока Верховной Рады Юрий Бойко. Счастливо. Вам спасибо. 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 Спасибо.